Какая вы? Как вас видят? Ну, вы, конечно, женщина такая, пися королевна, да? Мечевая, мечевая королева, но при этом знает свои козыри, да? Знает, из чего пойти, из козырей, да? И причем козыри свои не прячете. Такая вы, да, знаете себе цену. Но при этом можете на место поставить и бортануть, и отбрить, ну и так далее, и тому подобное. И что интересно, вот вы какая, да? Да, вы сейчас почему такая? Потому что раньше вы были, скорее всего, королевой чаш. То есть в классическом Таро, Таро это система, да? Каждая карта предшествует другой, и за ней идет следующее, которое логически, логически соответствует, то есть развязка, да? Идет развязка определенная, причинно-следственная связь. Вот, что такое Таро? Это причина, система причинно-следственных связей. То есть вы сейчас стали королевой мечей, потому что когда-то в прошлом вы были королевой чаш. Женщина тонкая, ранимая, чувствительная, влюбленная в кого-то. Гриш, и почему в тебя такой влюбленный, да? Влюбчивая, влюбчивая, вот такая, может быть, даже танкослезка, наивная, доверчивая. И как-то вот вы на этой своей наивности пострадали, да? Добрая, безотказная, не могли людям сказать нет, отказать не могли. Ну, тут тоже, так, то, что у вас есть вот эти качества душевные, это одно. Ну, плюс еще тут же идет нагромождение комплексов, да? Почему вот страх отказать? Сказать, нет, я не могу, я этого делать не буду. Нет, я не могу сегодня с тобой встретиться, я не могу сейчас с тобой разговаривать, и все. Почему вот этот страх? Боязнь, что тебе люди подумают плохого, да, что я какая-то сучка, да? Боязнь, что тебя не будут любить, не будут с тобой общаться. Боязнь, что вот во мне разочаруются, да, я должна вот это все терпеть, выслушивать, общаться с подругой, например, с которой я не хочу общаться. Ну, мы же вроде бы столько лет знакомы, как-то и уже перестать с ней общаться, уже как-то и неудобно, да, что она обо мне подумает. То есть вот это все нагромождение комплексов. Так вот, вы раньше вот из-за этой своей доброды пострадали, безотказности, а люди же как? Люди имеют свойство к хорошему привыкать, да? Особенно вот такие вот, которые не ценят хорошее, наглые, да, не ценят хорошее. Этот человек видит, что ты к нему по-доброму относишься, да, по-доброму. А он и рад, и воспринимает это, как будто бы так и надо, да, или это мужчинка какой-то, или это подружка какая-то нерадивая, уже воспринимает, как будто бы так и надо, как будто бы ты должна уже, да. И вылезли тебе на голову, и выстрелись, и размазали, и еще и сказали тебе в конце, что сама дура, как бы, ни хера себе, да, хочется сказать. Алло, блядь. Алло. Алло там. Что вы там о себе возомнили, да? Вот. И вот в прошлом вы вот на этом погорели, сейчас вы можете уже и отказать, и на место поставить довольно резкое, знающее, как бы, себе цену. Но при этом что еще? Ага. Ну вот и вышла вот эта королева чаш. Плакали много, чувствовали себя одинокой, как бы никому не нужной, брошенной, покинутой. Тут даже могли у вас в прошлом быть какой-то период депрессий. Еще что о вас. Вы какая? Ну вы баба огонь, конечно, с хорошей точки зрения. Женщина огонь, пожар, да. Конечно, к вам тянутся все. Конечно, каждому хочется вот как-то, ну, прикоснуться к вашей вот этой энергетике, оказаться в вашем поле. А оно же как срабатывает. Человек общается, допустим, с вами, и у него уже автоматически, у него тоже растет своя сама, его личная самооценка. Он уже свое эго тешит, что вот рядом со мной такая женщина, у меня такая подружка, у меня такая подружка, это у меня такая женщина, не у кого-то, а у меня. Значит же, что-то я тоже охуенный, понимаете? Автоматически, на пустом месте, на пустом месте, просто потому что вы общаетесь с этим человеком, у него растет самооценка. Значит, это я охуенный, раз она со мной общается. Ну, если бы я был каким-то кусок говна, говно на палочке, она бы со мной не общалась, да? А поскольку общается, значит же, я тоже охуенчик. Как мило, да? Вот так вот оно срабатывает. И, конечно, всякие вот такие упыри, чепушилы всякие с козьей мордой, там, посмотришь, ни рожи, ни кожи, но оно вот присосалось к тебе, да? Ни рожи, ни кожи, там представления какие-то недалекие, глупые. Оно еще, может быть, и гуляет там безбожно. Блять, вообще, шлюха. Но оно же себя, там, мнение, самомнение такое завышенное, что, ёб твою мать, смотришь на него, казалось, как будто бы там он выходец из семьи, голубая кровь, и слоновая кость. Как будто бы папа у него, минимум, мэр города, а мама первая леди этого города. Как бы посмотри на себя, да? Ну там же ж такое самомнение, что, ёб твою мать. Да, вот я вот смотрю, вот какое-то глобальное безумие происходит, вот какое-то, что происходит вообще. И ко мне ж приходят женщины на расклад. Никакие-то серые мышки, нет. Вообще далеко нет. Женщины видные. Энергия у неё сильная. Характер сильный. Там и яички стальные такие, что, дай Боже, не у каждого мужика такие яички есть. Она сама себя обеспечивает. Мало того, что она и семью, детей своих обеспечивает, и там и дети, и внуки. Но она вот показывает фотографию, посмотрите, вот что этот мужчина, что он обо мне думает, и проявится ли он. Я вот смотрю, Господи, Боже мой, вот этот мужчинка какой-то её, да? Смотрю, вот просто ни рожи, ни кожи. Какой-то вид, рожа эта помятая, взгляд перепуганный. Ну, как минимум, я не знаю, зек какой-то, какой-то зековец. Якийсь воно таке перепуганное, переляканное. Морда та помята, как будто бы его оця корова пожевала, та выстрела. Как будто бы он прошёл там ядерную войну какую-то, ёб твою мать. Бабок у него нету. Я ещё смотрю, у него там представления о жизни какие-то, вот недалёкий он, абсолютно недалёкий, отсутствуют какие-либо принципы. Там может полезть на любую, там без разницы, без разбора. Там может быть и болячек нахвататься всяких, потому что отсутствие принципов нечисто плотные. Ведёт такую беспорядочную половую жизнь. Блядь какая-то, да, шлюха. Но она переживает, чтоб он её не бросил. Господи, Боже мой, вот что происходит? И меня это пугает. И почти все женщины, которые ко мне приходят, показывают вот эти фотографии своих мужиков, и почти все вот так выглядят. Как будто бы какие-то, ну, в прошлом наркоманы или зэковцы отсидевшие. Ну, по-другому никак. А что такое внешний вид? Внешний вид – это наш отпечаток души, то, что на душе происходит, душевные качества. Вот какие душевные качества, так в человеке выглядит. Понимаете? Но она боится, что он от неё уйдёт. Господи, Боже мой, это же какое-то безумие. Это же, знаете, это же тоже вот эти вот страхи, остаться одной, понимая, ты же видишь на него, ты смотришь на него, ты понимаешь, что он из себя ничего не представляет, чепушила какой-то. И при этом ты боишься, что он тебя бросит, да? Вот какое-то безумие. Ты же понимаешь, что это безумие, но ты ничего не можешь с этим поделать. А почему? А это ментальные сущности, дорогие мои, это ментальные сущности. Вот эти страхи, страх остаться одной, и уже хватаешься за кого попало, за кого не попадя, лишь бы кто-то был, потому что вот пиздец, как страшно остаться одной. Это же тоже и комплексы, навязанные родителями воспитания, плюс наши страхи из прошлых воплощений, наши страхи, которые нам передались генетически по роду от наших предков, когда наши бабушки, прабабушки пережили голодомор, войну, остались без мужиков, а у нее 10 детей, да? И там вопрос стоял о выживании, там о любви вообще речь не шла. Вопрос стоял тупо, чтобы выжить. И женщины, конечно, выходили замуж уже за стариков каких-нибудь, которые вот в селе остались, которых на фронт не взяли, да? Или вот он пришел с фронта, инвалид и там пьет, потому что он травму получил на войне. Но она выходит за него замуж, потому что надо, чтобы в доме был мужик, иначе без мужика прободешь. Но тогда, да, такие времена были, что действительно нужна была мужская сила. И, конечно, но это все генетически передается. То есть я к чему? Вот эти все страхи, это не что иное, как ментальные сущности. Они навязывают вам вот этот страх. Хотя, казалось бы, сейчас уже нету такой необходимости там работать на поле, да? Вы уже сами работаете, вы уже сами себя обеспечиваете, но все равно вот страх, что я останусь одна. Обязательно себя нужно чистить, это бесконечный процесс, без конца и края. Нет у вас денег, чтобы заказать чистку, сами чистите себя. Свечой, яйцом себя выкатывайте, это молиться постоянно надо. Не важно, какого вы вероисповедания. Молитесь всем богам, чтобы очищали, убирали от вас вот эти страхи, вот эти оморочки, вот эти сущности, чтобы от вас уходили. Дело в том, что когда вы молитесь, уже автоматически уже ваша энергия переходит на более высокие вибрации, да? Молитва, вот эти слова, которые вы произносите в молитве, это уже слова высокие вибрации, да? Поэтому обязательно тут надо следить за своим ментальным здоровьем, отслеживать, какие у вас страхи, ну, потому что это же, это же нельзя так, это невозможно. Мы же сейчас живем, это же у нас же нету сейчас голодомора, 21 век на дворе. Женщины сама себя может обеспечивать. И вот как я сейчас смотрю, женщины себе, многие зарабатывают больше, чем мужчины. Энергии у них хватает, да? То есть ей, в принципе, мужчина и не нужен. Но все равно при этом вот этот страх остаться одной. Ну, это же какое-то, блядь, безумие. Надо что-то с этим делать. Обязательно чиститесь, да? Или обращайтесь к кому-то. Ко мне обращайтесь. Вот, сами себя чистите. Ну, это же так нельзя. Так, ну, сколько у нас там времени? Я не хочу долго делать расклад. Давайте, что еще о вас? Вы какая, вы какая? Деньги, говорят, вы зарабатываете, деньги у вас есть. Тут почему-то вы сейчас о прошлом вы думаете, воспоминания. Ну, говорят, это же мужчина вам вообще. Он не то пальто, как говорится. Вот здесь карта, видите, девушка идет с этим негром. То есть что говорит эта карта? Что вы разные настолько, ну, вообще, вы на разных полюсах, как вот Земля и Меркурий, Земля и Сатурн. Или это, то есть, это речь идет о мужчине, он или другого вероисповедания, это помеха для вас. Или он другой национальности, это тоже для вас помеха. Может быть, этот мужчина женатый на данный момент, и это для вас тоже помеха, препятствие. Вы не можете из-за этого быть вместе. Элементарно, этот мужчина, ну, вы разные по социальному статусу. Вы разные по своему содержанию, как бы по своему уровню энергии. Да, как я сказала, вот он какой-то там недалекий, с какими-то глупыми представлениями о жизни, с отсутствием каких-либо принципов, да, гулящий, и при этом он, ни хера он не зарабатывает. Ладно, если бы гулящий там бабник, но если бы он хоть бы зарабатывал, да, как бы это могло бы компенсировать и покрывать его недостатки. А то, что у него ни бабок нет, это за душой ни хера. И на вид вообще, ни рожи, ни кожи, как бы. И вы рядом с ним красоткой идете, да, и вы рядом с ним красотка, то есть где вы и где он. То есть как минимум вот так вот. По характеру вы, ну вы вообще разные, это не ваше вообще, не ваше. Что еще о вас? Ну и тут в принципе вот как-то вы к вашему, как вот это говорят, к вашему берегу, как не гамнока, так соломинка прибьется, да. Говорят вам, развернитесь, пошлите всех вот этих своих ухажеров, пошлите их. Да, и живите себе счастливо. Осознайте свою самооценность, что вы мир, вы мир сама для себя. Не нужно искать мир и счастье в другом человеке, ну в принципе, да, с точки зрения психологии. Не нужно искать счастье в другом человеке. Это утопия. Человек имеет свойство умирать, как минимум, да, или уходить. И что? Вот уйдет этот человек. Вместе с ним, получается, уйдет ваше счастье. И что? Вы останетесь ни с чем. У разбитого корыта. Поэтому взращивайте в себе вот этот центр, что я центр мира. Я центр своей вселенной, своей жизни. Как бы есть у меня подруги, хорошо, нету, и слава Богу, как бы я не трачу свою силу, энергию на этих подруг, да. Есть у меня мужчина, хорошо, нету, тем более и прекрасно. Как бы у меня есть время и возможность, я свое время, возможность, энергию и силу развиваю, использую на свое развитие, использую на себя, да, а не вот так вот. А тем более, тем более, вот что касается, когда вы таких вы мужчин выбираете, и страх остаться одной, лишь бы какой, это что же, это в принципе неправильно. Вы себя обесцениваете до такой степени, понимаете, вы же опускаетесь до его уровня. Вы опускаетесь до его уровня. Говорят, переродитесь уже наконец-то, да, из этого кокона, вылезьте уже как бабочка, и будет вам счастье. К вам в жизни будут приходить люди, такие же, как и вы, на вашем уровне, понимаете, такие же, как и вы, которые будут ценить вас. А не так вот, что, оно там из себя ничего не представляет, а ноги об вас вытирает, да, казалось бы, что происходит, как бы, ни хера себе, алло. Ну вот такой для вас был расклад, все, я на этом заканчиваю, с вами прощаюсь, до новых встреч.